Работа руководителя в России остается преимущественно мужской. 63% опрошенных Всероссийским Центром Общественного Мнения трудятся в коллективах, где руководитель принадлежит к сильному полу. А вот в науке Россия опережает в этом показателе некоторые страны. Так, женщины-исследователи в нашей стране составляют около 40% от общего количества ученых, тогда как в мире этот показатель находится на уровне 30%. Об этом рассказали в Министерстве науки и высшего образования в Международный Женский День. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Несмотря на то, что праздник прошел, весеннее настроение мы сегодня продлим. В программе вы увидите. Нежные и прекрасные. Как в университете отметили «Женщин года». На это очень влияет сильно как сама структура молекулы, так и растворитель, то есть окружающая среда. Доступность биосенсоров. В какой области поможет разработка молодой ученой-химика? Тот дух юрфака, который существует, он найдет продолжение уже и в нашей новой поросли. Юристов много не бывает. С какими программами выйдет юридический факультет КФУ в новую приемную кампанию? Подготовка кадров для стран Ближнего Востока. Где может открыться еще один филиал КФУ за рубежом? Сегодня на передовой российской науки трудится более 134 тысяч женщин. Более 30 тысяч из них имеют степень кандидата наук и около 7 тысяч доктора наук. В российских университетах трудится 128 тысяч преподавательниц. А ведь помимо того, что российские женщины-ученые покоряют вершины в научной и педагогической деятельности, они воспитывают детей, будучи матерями и преподавателями. В Казанском федеральном университете подвели итоги конкурса «Женщина года». Церемония награждения состоялась в императорском зале университета. Временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский отметил, что трудно представить себе историю и развитие российского государства без созидательного вклада величайших женщин, представляющих сферы образования, науки, культуры, медицины, политики. Да и сейчас во главе многих структурных подразделений вуза стоят женщины. Среди них Институт управления экономики и финансов, Мехмат, Институт экологии и природопользования, Елабужский филиал, Лицей имени Лобачевского и многие другие. Труд, вклад каждой представительницы университета не ценим. На плечах и в руках женщин не только научные и образовательные направления, но и медицинские, общественные, административные, финансовые, хозяйственные. И все они трудятся во благо каждого из нас, республики, страны. Среди отмеченных на конкурсе преподаватели, ученые, врачи, финансисты, лаборанты, одним словом, профессионалы своего дела. Почти каждая вторая женщина ученой моложе 39 лет. Число девушек, которые принимают решение связать свою жизнь с наукой, растет. Среди выпускников-аспирантов представительницы прекрасного пола составляют 48%, а среди окончивших ординатуру их свыше 60%. Правительство России продолжает работу по поддержке молодых ученых и вовлечению молодежи в науку. «Важно раскрыть таланты каждой женщины, которая решает посвятить свою жизнь исследовательской работе», отметил в канун праздника вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Таких примеров в Казанском федеральном университете огромное количество в каждом институте и подразделении. Одна из них – ведущий инженер отдела органической химии химического института имени Бутлерова, стипендиат президента России Алена Хадеева. Она занимается разработкой электрохимически активных материалов для медицинской диагностики. Проще говоря, это новые материалы для биосенсоров. Для чего они нужны и как помогут в медицине – об этом в нашем репортаже. Биосенсоры – устройство, которое преобразует аналитический сигнал в электрический. Функционально они подобны рецепторам человека. Всем известный глюкометр – один из бытовых примеров так называемого биосенсора. Это портативный прибор для измерения сахара в крови. В нем также преобразуется электрический сигнал. Благодаря сигналу и узнаешь уровень сахара в крови. Алена Хадеева исследует такие материалы, которые могут быть применены в разработке биосенсоров. Уникальность работы Алены заключается в желании получить в первую очередь доступные материалы. Доступность, по словам молодой ученой, складывается из стоимости технологии и получения материала, и технологии его нанесения. Все факторы и влияют на стоимость биосенсора. В реакциях не используются высокие температуры, дорогостоящие катализаторы. Не используются также сложные процедуры выделения целевых соединений. В органических материалах немаловажным фактором является то, как молекулы ориентированы в пространстве относительно друг друга. И на это очень влияет сильно как сама структура молекулы, так и растворитель, то есть окружающая среда. И, соответственно, на первом этапе работы мы синтезируем большой ряд соединений производных фенотиозина. На следующем этапе мы уже как раз таки будем изучать, как варьирование концевых, так называемых, фрагментов будут влиять на упаковку. Все это делается для упрощения технологии производства. Основная цель исследования – синтезировать молекулы, которые при нанесении на поверхность сенсора могли бы сами выстраиваться в заданной последовательности. При этом они должны образовывать так называемый электроактивный наноструктурированный материал. В разработке используется ариламинопроизводный фенотиозин. Это всем известный с советских времен синька – раствор водно-синего цвета. Он использовался в том числе и в качестве антибактериального вещества. А добавление ароматических заместителей сделало его похожим на органический полупроводник – полионилин. В совокупности вещество дает биологическую активность и богатое электрохимическое поведение. Наша задача состояла в том, что создать некие молекулярные кирпичики, которые сами, самопроизвольно, без дополнительных воздействий и энергии, создают материалы за счет самоорганизации, точно так же, как в природе клетка собирается. И эти материалы способны к полупроводниковым свойствам и способны к распознаванию. И вот эта компонента очень удачно вписывается для создания так называемых биосенсоров, то есть сенсорных систем, которые могут осуществлять экспресс-анализ различных аналитов. По словам Ивана Стойкого, научного руководителя Алены, такой подход исследований очень актуален в первую очередь в связи с коронавирусной инфекцией. У исследования прикладное направление. Оно включает систему тестирования и экспресс-анализ метаболических жидкостей, антибиотиков и пищевых продуктов, которые могут содержать в себя тяжелые металлы. Избыток антибиотиков в мяти или в продукты сельского хозяйства также могут оказать влияние на здоровье. Сейчас в основе исследования это синтез веществ, методология получения из веществ материалов сенсорных систем и впоследствии анализ исследований в медицине. Разработка междисциплинарная. Это органическая и аналитическая химия, материаловедение и молекулярная биология. Я убежал. Спасибо большое. До свидания. Исследование имеет фундаментальное значение. В дальнейшем способно сделать большой вклад во многих сферах. Дальнейшая цель Алены Хадиевой – выявить наиболее успешных кандидатов для биомедицинской диагностики. И уже потом применить результаты в других областях, например, в органической электронике. Эльвина Минабуддинова, Андрей Багауддинов. КФУ «Итоги недели». Профессиональные качества декана юридического факультета, профессора, заслуженного юриста Татарстана, депутата Казанской гордумы Лилии Бакулиной, оценили на университетском конкурсе «Женщина года». Ей присудили номинацию «Женщина-лидер». Но для нее, как и всегда, в приоритете судьба юридического факультета – одного из ведущих российских образовательных и научных центров в области права. Здесь обучаются более трех тысяч студентов, работают высококвалифицированные специалисты. Как удается ей совмещать работу, личную и общественную жизнь, а также о новых направлениях факультета, на эти и другие темы мы поговорили с деканом юрфака Лилией Бакулиной. Здравствуйте, Лилия Долгатовна. Здравствуйте, Салават. Юридический факультет – один из старейших не только в Казанском университете, но и вообще в стране. Расскажите, за счет чего в нынешнее время удается держать марку? Как работает юридический факультет? Действительно, юридический факультет – это прежде всего легендарная история одного из основных структурных подразделений Казанского университета. Это одна из научных школ. И, наверное, вот так стоять на плечах титанов – это хорошо, но при этом нужно двигаться вперед. И это, конечно же, в первую очередь слаженная команда и наш замечательный коллектив единомышленников. И самое главное – это наши самые лучшие студенты Казанского федерального университета, которые учатся на юрфаке. Уже сейчас понятно, что приемная кампания 2022 будет не совсем простой. Хотя стоит отметить, что юрфак всегда востребован у абитуриентов. В этом году что им ждать? Может быть, новые образовательные программы, либо модернизация действующих? На бакалавриате и специалитете, наверное, все традиционно, за исключением того, что у нас в этом году будет больше бюджетных мест. То есть, если было 56 в прошлом году, то в 2022-2023 прием, учебный год, будет 78 бюджетных мест. И это действительно очень здорово. В магистратуре тоже увеличение бюджетных мест. А вот что касается уже магистрских программ, да, действительно, мы модернизировали некоторые из них и предлагаем новые программы. В частности, это касается антипонопольной деятельности и комплайнс. Это такое вот новое веяние, то есть управление рисками. Я думаю, это будет интересно нашим будущим и выпускникам бакалавриата, и тем, кто не заканчивал юридический факультет. Это, ну, конечно же, юрист цифровой экономики. И предлагаем мы новую программу социальной юриспруденции. То есть, много со временем отвечая на вызовы со временем? Да, на разные вызовы отвечаем и предлагаем вот такие разные программы. И я надеюсь, что, несмотря на трудности, мы наберем, опять-таки, самых лучших студентов, магистрантов и бакалавров, и будем обучать их, учить новым компетенциям формировать. И, конечно же, тот дух юрфака, который существует, он найдет продолжение уже и в нашей новой поросли студенческой. Вот в конкурсе «Женщина года» вы стали победителем в номинации «Женщина-лидер». Простите, может быть, нескромный вопрос, да, но как вам удается совмещать так успешную и профессиональную, и общественную, и депутатскую деятельность, и в то же время оставаться мамой-женщиной? Спасибо большое за комплимент. Прежде всего, конечно же, для меня всегда примером были мои родители, каждый в своей профессиональной сфере. Мама Рафидан Варна Бадыгина, заслуженный учитель Республики Татарстан, который всю жизнь посвятил профтехобразованию. Мой отец Бадыгин Талгат Мунипович, заслуженный юрист Республики Татарстан, который как раз и дает нам тоже начало нашей такой юридической профессии, семейной такой. И, ну, наверное, даже вот если вспомнить Даванику, она у нас мамина, мама, была депутатом Верховного Совета СССР. Я думаю, что вот, наверное, этот пример семьи, это всегда, ну, очень важно и ценно. И поэтому, когда тебя учат ответственности, когда своим примером учат любви к профессии, я думаю, что вот, наверное, это и позволяет тебе самой становиться такой, какая ты есть, благодаря своей семье, и дальше уже развиваться. Ну, кстати, у меня есть еще один статус, статус Даваники. У меня в январе родился внук, поэтому это тоже очень приятный статус и для женщины, и мамы, и Даваника, и депутат. Поэтому вот у меня такие события произошли. Поздравляем вас, конечно же, с этим. Ну, все-таки юрист, это же ведь такая область, да, когда нужна холодная голова в любом случае. Дом тепло, дом Даваника, вот как вы говорите. Есть какой-то переключатель или как вы вот в этом свете? Я стараюсь все-таки дома быть женой, мамой, бабушкой, а на работе быть уже коллегой, руководителем. Ну, то есть, наверное, вот именно то, что во мне это сочетается для меня самой гармонично, я надеюсь, что и для окружающих тоже. Ну, вот, кстати, как у женщины-лидера? Хотела бы вас спросить, как вообще ею стать? И как руководить мужским коллективом? Как стать лидером? Ну, чтобы, наверное, стать лидером, нужны очень хорошие задатки и плюс амбиции. Не могу сказать о себе, что во мне, наверное, уж очень много амбиции. Ну, вот так получилось, что впервые женщина возглавила мужской такой, да, юридический факультет. Тут много событий разного рода этому предшествовали. Что касается управленческих, ну, я думаю, что здесь, наверное, надо, во-первых, любить профессию во всех ее проявлениях, любить дело, которым ты занимаешься, любить людей, с которыми ты вместе работаешь, любить свой коллектив, вне зависимости от того, кто ты, педагог, ученый, юрист практикующий. Плюс это обучение на протяжении жизни – это лозунг не только для молодых или для лиц третьего возраста, наши уважаемые пенсионеры, это и для нас прежде всего. Мы должны быть не просто на одной волне с нашими студентами, мы должны быть там на 10 шагов впереди. Поэтому мы всегда должны самосовершенствоваться. И плюс – мягкая сила. Я думаю, что вот так, вот эта триада, она позволяет управлять таким замечательным коллективом единомышленников, очень разных, очень творческих людей. И поэтому вот я думаю, что, наверное, это мой секрет успеха. Большое вам спасибо за интересную беседу, но опять же поздравляем вас. Спасибо большое, Слава. КФУ представил отчет татарстанским депутатам о реализации программы «Приоритет 2030» за прошлый год. В Госсовете Татарстана прошло заседание Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. На нем Дмитрий Таюрский рассказал о реализации программы «Приоритет 2030» и о вкладе вуза в социально-экономическое развитие республики. Он сообщил, что все плановые значения программы выполнены. Это работа в образовательной сфере, молодежной и научно-исследовательской политике, в области инноваций и коммерциализации разработок, а также в сфере цифровой трансформации и развития инфраструктуры. Субсидия, полученные от Минобранауки, освоены в полном объеме. Они расходовались на приобретение оборудования, расходных материалов и программных средств для реализации пяти стратегических проектов. При этом, как отметил Дмитрий Таюрский, доходы из внебюджетных источников увеличились в 1,2 раза. Свокупный финансовый потенциал университета увеличился более чем на 1 миллиард рублей. Университет подготовил более 61 тысячи специалистов, в том числе по программам высшего образования, переподготовки и повышения квалификации. На базе медсанчасти КФУ проведено более 3,5 миллионов диагностических обследований, разработаны и внедрены 10 новых их видов. Временно исполняющий обязанности ректора обратился к руководству республики с просьбой включить технопарк университета в систему поддержки инновационных площадок, промышленных парков и предпринимательства. Одной из задач он назвал возможность того, чтобы выпускники свои дипломные работы могли реализовать на практике в виде прототипирования разработок вплоть до создания реальных предприятий. По словам Таюрского, Казанский университет, учитывая большой потенциал инфраструктуры и оснащения, готов ежегодно запускать от 50 до 100 новых предприятий в высокотехнологичной сфере. Он предложил включить проекты студентов и преподавателей в действующую республиканскую программу поддержки предпринимательства. Впереди еще много интересного, не пропустите! Подготовка кадров для стран Ближнего Востока, где может открыться еще один филиал КФУ за рубежом. Работал над составлением словарей и стремился к тому, чтобы в лексиконе татар появились новые термины. Он лиру посвятил народу своему, кого называют отступником и просветителем татарского народа. В КФУ стартовала приемная кампания для иностранцев. С 1 марта они могут подать заявление тремя способами. Принести лично, через сеть «Буду студентом» или по почте. В этом году количество мест для иностранных граждан, поступающих в рамках отдельного конкурса, увеличилось. На бакалавриат, специалитет и магистратуру для иностранцев отдается более 2100 мест. Кстати, иностранные граждане имеют право поступать в ВУЗ и на бюджетные места. Это имеющие статус соотечественника, которые могут предоставить результаты ЕГЭ или сдавать внутренние вступительные испытания. Кроме того, поступить на бюджетные места иностранные граждане могут по квоте «Россотрудничество». Для них прием, как и для российских абитуриентов, начнется 20 июня. О других событиях из жизни университета далее в дайджесте. В столице Египта может открыться филиал Казанского федерального университета. Об этом шла речь во время визитов КФУ руководства компании «Модерн Групп» во главе с ее президентом Валидом Дебесом. Эта компания специализируется на проектировании и строительстве зданий для образовательных учреждений, а также развивается в сферах сельского хозяйства, СМИ, медицины и образования. В ходе встречи с Дмитрием Таюрским было подписано соглашение о сотрудничестве в целях развития международного партнерства в области подготовки кадров для Арабской республики Египет и стран Ближнего Востока. Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, мы намерены придерживаться всех соглашений для того, чтобы повысить качество образования в России и в Египте. Мы рады быть здесь, рады посетить Казанский университет. Нас интересует ваш опыт подготовки специалистов и мы готовы к сотрудничеству. Казанский федеральный университет и государственный центр тестирования при Кабинете министров Республики Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония состоялась в формате видеосвязи с участием в Рио-ректора КФУ Дмитрия Таюрского и директора узбекистанского центра Маджита Каримова. Документ предполагает развитие прямого и взаимовыгодного сотрудничества в области языкового тестирования и сертификации. Продление виз, обучение и языковой барьер. Об этом шла речь во время встречи студентов КФУ с вице-консулом Генерального консульства Иран в Казани Масудом Малаи и советником по вопросам науки посольства Ирана в России Махсеном Наджафи. Сегодня в Казанском университете обучается 634 гражданина Ирана. Большинство из них – это слушатели подготовительного факультета. Новый дизайн кухни и плитка. В общежитиях КФУ номер 3 и 5 продолжается масштабный ремонт. В целях безопасности студентов уже установлены камеры видеонаблюдения на лестничных площадках и кухнях. Кроме того, со студентами обсуждается вопрос сохранения или вывода из эксплуатации мусоропровода. Ремонт постоянно контролируется со стороны проректоров по хозяйственной работе Софио Леонидовича в практически ежедневном режиме. Для того, чтобы мы избавились в достаточно таком активном режиме от эндемичных насекомых, конечно, было бы правильно, конечно, обеспечить другую логистику для сбора мусора. Поэтому над этим сейчас идет действительно серьезная работа. Творчество без границ. Под таким названием в КФУ открылась выставка работ сотрудников университета. Они выполнены в разных техниках, таких как батик, живопись и графика, вязание, декупаж, шитье и вышивка, лепка, а также свет-дизайн. Они представлены в музее имени Лобачевского. Экспозицию можно посетить до 9 апреля. Время работы с понедельника по субботу с 9 до 18 часов. Вы можете увидеть вышивку, лепку, скульптуру, художественные произведения, поэтические, литературные произведения и многое другое. И я рада, что мы работаем с такими поистине творческими людьми, которые, помимо того, что они прекрасные профессионалы своего дела, жены, матери, верные друзья, находят время на создание таких творческих произведений. Удивительный мир метавселенных не заставил ждать долго. Правда, не в той радужной реальности, которую мы так ждали. Американская компания Мета, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешила призывать к насилию в отношении российских военнослужащих. В компании подтвердили снятие запрета в ряде стран, отметив, что это распространяется только в отношении военнослужащих из России, но не касается гражданских лиц. Конечно, в России на это отреагировали категорически резко. Посольство России в Вашингтоне потребовало от США прекратить экстремистскую деятельность американских соцсетей. По российским законам, такие призывы квалифицируются как экстремизм. Да и во многих других странах это неприемлемо. К чему это приведет, пока неизвестно. О том, какие темы стали определяющими на неделе для моего коллеги Леонида Толчинского мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Сегодня я буду эмоционален, за что сразу прошу прощения. Думаю, что никаких сомнений в том, что сегодня только одна тема определяет головной медийный трек. По факту на наших глазах развернулся самый широкий за всю историю фронт-атаки на нашу страну. Финансово-экономический, аморальный, который призван уничтожить все живое и доброе в людях при упоминании российского во всех сферах, от культуры и спорта до образования и науки. Идет кибервойна и самая горячая фаза войны – информационной. Надо признать, что к индустрии IT у сограждан есть не только много надежд, но и много вопросов. Впрочем, искать ответы на них и определять виновных – пока не время. Кроме того, власти прилагают большие усилия именно сейчас для поддержки суверенной IT-индустрии. С информационной войной все намного сложнее. Тут, и мы уже говорили про это, слишком много явных проблем, если не сказать провалов. Именно здесь попраны все нормы морали, профессиональной этики. Именно здесь начинаются откровенные бои без правил, откидывающие человечество в пещерное мышление. И ситуация вокруг действий компании МЕТА – самое яркое подтверждение тому. Некогда созданные для упрощения коммуникации, поиска нестандартных, прямых форматов взаимодействия людей друг с другом, социальные сети, фактически монополизированные несколькими американскими компаниями, вернули мир в эпоху дикой цензуры, лжи, закупорили развитие личности и коммуникационные возможности в эхо-камеры, созданные самими пользователями посредством умелых манипуляций алгоритмов. Мир еще никогда так глобально не был глух и агрессивен к самой возможности быть разными, к стремлению передать на равных условиях всю палитру аргументов и мнений, которые имеют место быть в острых вопросах. Справедливости ради, надо сказать, что соцсети, ведомые своими хозяевами, давно начали эксперименты по зомбированию людей и управлению их инстинктами. Тут все похлеще биологического оружия. Вспомните скандалы, что возникали вокруг их манипуляций на выборах в различных странах мира, включая США, их роли места в цветных революциях, в разрушении традиционных ценностей. Наиболее прагматичные государства, например, Китай, изначально выстраивали собственную экосистему интернет-коммуникаций. Мы же слепо влились в мир, управляемый теми, кто сейчас уже не скрывает своей ненависти к нам. Получив несметные базы данных про нас, выстроив и отточив механизмы жестоких манипуляций поведением, ограничив шаг за шагом возможность пользователям расширять свои знания и сами желания к развитию и самосовершенствованию, соцсети США вступили в свой решающий бой. Они больше не социальные сети. И не скрывают это. Люди для них это социальный мусор, который можно использовать для решения задач больших политиков. Сейчас задача направить этот мусорно-агрессивный поток, сконцентрированный в сетях, на прямые призывы к убийствам и насилию. Я уже не раз говорил, что национальные правительства должны будут осознать факт перерождения природы социальных сетей и начать как минимум выстраивать экосистемы в медиа по аналогии с тем, что создано в Китае. Увы, многим это не нравилось. Никто толком этим не занимался. Сегодня мы оказались в кольце чужой медиасистемы, где правят балл зарубежные соцсети, мессенджеры, стриминговые платформы. Даже систему образования мы добровольно уже два года, как сдали корпорациям Microsoft и Zoom. Горько это осознавать в критический для страны момент. Но не зря на Востоке кризис обозначается как шанс, возможность. Когда я говорю, что та же метта вступила в свой решительный бой, надо признать, что он хоть и решительный, но более чем, вероятно, последний. Больше в прежнем виде социальные сети США уже жить не будут. Они меняли мир. Они решили управлять миром. Они хотели ширить коммуникации, а сконцентрировали всю злобу и тупость человечества на своих платформах и разобщили мир до самых невероятных ранее размеров. И такому миру соцсетей приходит конец. Процесс запущен. И дело не только в том, что Россия, очевидно, на 100% начнет активно выстраивать свою медиасреду и положит вслед за Китаем конец господству мирового сетевого правительства. Ни одна страна мира, вменяемая страна, видя, что и как происходит сейчас в сетевом пространстве, не позволит отныне подобное повторить у себя. А значит, нас ждут весьма интересные и великие времена гигантского передела мира не только в экономике и финансах, но и в управлении сознанием людей планеты посредством медиатехнологий. Владеющий информацией владеет миром, говорили раньше. Владеющий информацией и умеющий управлять ею, владеет миром отныне. Такие дела. Всем доброго. В нашей программе сегодня лейтмотивом идет тема университетского конкурса «Женщина года». На нем отмечали не только представительниц прекрасной половины вуза, но и не менее значимой части КФУ – мужчин. Выбирали их женщины, а право вручить награды предоставлено доктору наук председателю общественной организации «Лига женщин» Ирине Терентьевой. С ней мы сегодня с ней встречаемся. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Добрый день, Салава. И кого же наши дамы посчитали мужчинами года? Ну, во-первых, это точно очень важных, значимых, и практически связанная их жизнь именно с университетом. И это люди, которые занимают очень активную жизненную позицию. То есть не только за ними достижения непосредственно функциональных обязанностей, но именно заслуженно благородное сердце удостоен Сафин. Или лидер у нас значит это замдиректора Института фундаментальной медицины. Ну и в общем-то это вот начало, которое было положено много лет назад, и мы эту традицию хорошо продолжаем. Расскажите, пожалуйста, об университетской лиге женщин. Какой у нее функционал? Чем она занимается? Лига женщин, она была синициирована группой женщин. И хочу подчеркнуть период, когда шло формирование федерального университета. Представляете, когда несколько коллективов совершенно разных институтов вливались в одно целое. это непростой процесс, и понадобилось именно женское влияние. И прямо надо сказать, что мы сегодня имеем результат. У нас коллектив, который отличается во многом от многих других организаций и в республике, и в целом в Российской Федерации. Потому что это уже слаженная команда, и мы рады, что мы внесли вот свою такую небольшую пусть, но лепту. Это много было всяких мероприятий, и малые, большие, они все были нацелены на то, чтобы мы собрались в один коллектив, чтобы мы почувствовали друг друга. Ну, от этого, как говорится, всегда выигрыш бывает. А кто входит в Лигу женщин, и какие, вот вы сказали, много мероприятий, тогда было, сейчас, нынешнее время, какие, может быть, акции вы проводите? Кто входит, если говорить, то двери наши открыты, и представительство буквально всех институтов, а также структурных подразделений, то есть и сотрудники, и профессорско-предавательский состав, представители у нас есть, но мы на свои мероприятия не приглашаем только членов Лиги, мы открыты, на самом деле с удовольствием люди приходят и чувствуют себя очень комфортно. То, что различные акции проводились, на самом деле они идут по инициативе самих женщин, даже я вот хочу сказать, что с чего мы начали разговор, с конкурса женщина года, мужчина года, женский взгляд, это тоже же не только сегодняшний год, так мы отмечали, а это уже традиции, и надо прямо сказать, что мы с каждым победителем, а номинаций там достаточно много, мы с каждым победителем проводим беседы по завершению конкурса, и разноплановые разговоры складываются такие, и по профессиональной деятельности, и по отношению к жизненным ситуациям, по отношению выстраивания, так сказать, ну, складывающегося климата в семье, то есть вот такой разноплановый разговор, да, и мы пришли даже к такому делу, что мы издали книгу, но самое интересное, что отличает наших людей университетских, и это вот и конкурс показал, и самодеятельность лиги, что с кем бы мы не общались, вот одна такая характерная черта, это очень большая любовь к университету, это какой-то вот такое чувство особое, поэтому мы книгу назвали «Университет наша общая судьба». А вот студенты или выпускники могут ли к вам попасть и ставить ли Лига женщин целью продвижения казанских представительниц прекрасного пола в области науки, руководства, общественной жизни? Замечательный вопрос, спасибо большое за него, но на наших акциях участие принимают и студенты, и они отзываются очень хорошо, а потом мы их привлекаем, на самом деле организуя различные конкурсы. Даже было такое действие, что мы подумали, это получилось после как раз семинара, когда у нас вопрос обсуждался влияние массовой культуры и вообще как пишутся романы, и вот после этого разговора мы провели конкурс среди сотрудников и студентов на лучший роман, стихотворение и так далее. То есть студенты там отличились и занимали такие хорошие классные места. И в продолжении, да, научная, общественная деятельность. Ну, это одна из таких функциональных что ли наших особенностей. Мы для себя это взяли на вооружение изначально, что мы должны демонстрировать наших представительниц в других так сказать структурах. И вот твердо могу сказать, что по достоинству, по заслугам наши женщины уже много лет занимают призовые места, являются лауреатами в номинации женщина-ученый в республиканских и городских конкурсах. Ирина Васильевна, давайте раскроем секрет перед нашими зрителями. Вы и сами профессор, доктор наук, преподаватель, обладатель медали ордена за заслуги перед республикой Татарстан. Перечислять ваши заслуги можно долго, может быть и программы не хватит. Этот вопрос я задаю многим своим коллегам-женщинам. Как можно совмещать работу, общественную нагрузку и в то же время семейную жизнь? В чем вот секрет? Наверное, то, что ты делаешь, тебе нравится и ты не замечаешь. Вот это все дается легко. Даже фраза есть такая, если выбрал хорошее дело, то считай, что ты не работал ни одного дня. То есть в удовольствие. Поэтому может так получается. Мне нравится моя работа, мне нравится общение с людьми, мне нравятся студенты. И от этого я получаю удовольствие. Ну, я позволю себе сделать вывод, что, возможно, именно в этом и кроется секрет. Наверное, да. Наверное, да. А вот по вашему мнению, в чем преимущество женщин-руководителя от мужчин? Как вы считаете? Такой давний вопрос. Мне кажется, есть плюсы, минусы, но отношение к делу, даже вот, как сказать, задумывалась, задумываюсь. Отношения женщин, там эмоции, но в то же время определенная такая внутренняя какая-то восприимчивость того, что происходит, особая восприимчивость может быть, да. У мужчин она больше может быть присутствует логика, но вот когда логика видения, стремления жесткое, да, к какой-то цели, но вот когда это сочетание идет вот этих всех качеств, мне кажется, это очень здорово. Поэтому, наверное, у нас в университете вот это получается, когда идет сочетание. Посмотрите, в руководстве есть, так сказать, хороший баланс, правда, среди проректоров мы пока еще женщину не видим, но среди директоров институтов достаточно, заведующие кафедры, там вообще большинство женщин, да, больше половины, но как-то все равно баланс у нас есть, но не без трудностей, но мы их преодолеваем. Конечно, и они помогают нам расти. В завершении последний вопрос, какой совет или, может быть, секрет успеха вы могли бы дать нашим зрителям независимости от гендерной принадлежности? Любить свою работу, любить просто жизнь. Вот, понимаете, сегодня в наших таких условиях непростых. Просто каждый на своем месте должны почувствовать, что мы можем и стремиться делать как можно больше. Я бы пожелала так. Большое вам спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо вам. При жизни он так и не получил признания от своего народа и до конца дней носил клеймо отступника. После смерти труды этнографа ученого просветителя были признаны значимым вкладом в развитие татарской культуры языка и письменности. Речь о Каюмин Иссирии. Он знал несколько восточных языков. Первым высказал идею о том, что должен существовать понятный народным массам татарский литературный язык. Был преподавателем в духовной семинарии. Открыл первую в Казани школу для обучения татарских детей азам русского языка. Насари многое сделал для развития татарского языка и его сближения с русским, поскольку считал двуязычие ключом к расцвету культуры своего народа. У него богатое педагогическое и литературное наследие. Какое из них сохранилось в библиотеке Казанского университета расскажет Амир Ахтямов. Каюм Насари известный в Татарстане ученый-этнограф, литератор, философ, а также просветитель 19 века. Родился Габдель Каюм Габденасырович Насыров полное имя ученого в небольшой деревеньке 2 февраля 1825 года. Его отец известный богослов и мастер каллиграфии Габденасыр Бин Хусейн преподавал в Мектебе. Там же получил свое первое образование и Каюм. Позже отец отправил сына в Казань, где он продолжил обучение в Медресе. Молодой человек овладел персидским, арабским и турецким языками. Отдельно интересовался и русским. После окончания Медресе поступил в Казанский университет, посещал его на парах вольного слушателя. Каюм Насыри работал над составлением словарей и стремился к тому, чтобы в лексиконе татар появились новые термины. Важный вклад в эту отрасль внес один из трудов мыслителя. Книга под названием «Плоды собеседований». В ней содержатся его своеобразные проповеди и наставления. В этом произведении ярко выражена татарская просветительская идеология. Оно и сейчас обладает огромным научным и воспитательным значением. Данная книга вышла в 1884 году в типографии Казанского университета. Литератор внес свой вклад в развитие родного татарского языка, а также стремился сделать все возможное для его сближения с русским языком. Ученый был уверен, что именно благодаря двуязычию культура Татарстана поднимется на небывалый уровень. Темами его трудов стали самые разные науки и отрасли. Фонетика, грамматика, физика, история, гигиена, анатомия, математика и, как ни странно, кулинария. Работы философа хранятся и в отделе рукописей и редких книг Казанского университета. Например, у меня на руках его работа, которая была переведена с арабского на русский и имеет название «Книга о воспитании», выпущенная в Казани в 1992 году. Помимо этого, отдел хранит и научные работы Каю Моносери. Например, «Календарь», выпущенный в 1883 году. Научное сообщество Казани также относилось к Нессери с огромным уважением. Выдающиеся заслуги ученого-просветителя признало общество археологии и этнографии, членом которого он был долгие годы. Исследования, проведенные ученым в области этнографии и истории, с интересом слушали ученые во время заседаний этого общества. Более того, имя Каю Моносери носит одна из центральных улиц исторического района Старо-Татарская Слобода в Казани. До самой смерти Каю Моносери проживал вместе с родственником, так как у него просто-напросто не было собственного жилья. Все имущество мыслителя умещалось в двух комнатах. Современники свидетельствовали, что Каю Моносери имел большую библиотеку, каждая стена в которой была заставлена полками с книгами. Каю Моносери скончался 20 августа 1902 году в возрасте 77 лет. К летальному исходу привела старость и ослабленное здоровье. В последние годы жизни мыслитель мучился от паралича, но не сдавался. Пытался бороться с этим недугом при помощи специальных упражнений, которые разрабатывал самостоятельно. Известного ученого похоронили на кладбище Новотатарской Слободы. Организацией похорон занималась Медресе Мухаммадия. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ, Итоги недели. Если вы хотите, чтобы вам что-нибудь сказали, попросите мужчину. Но если вы хотите, чтобы что-то было сделано, нужно звать женщину, утверждала железная леди-политик Маргарет Тэтчер, первая женщина, ставшая премьер-министром Европейского государства. Восхищаемся талантами, красотой, добротой наших дам. Наполняйте любовью, улыбками сердца ваших дам, мужчины. Наилучшие пожелания всем зрителям и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok